всем привет дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале в одном из прошлых видео мы с вами разбирали движение нагрудной вытачки это был очень важный материал и вы попросили чтобы я вам показала как полностью избавиться от нагрудной вытачки это понадобится для изделий из трикотажных полотен я сделала точно такой же макет чтобы на нем показать вам как полностью избавиться от нагрудной вытачки перед вами должна быть ваша проверенная базовая основа по любой системе всегда есть нагрудная вытачка но если вы хотите шить изделие из футера 2 нитки из кулирки из любых трикотажных полотен где не нужна нагрудная вытачка вы должны сделать следующее даже если это к примеру водолазка или футболка у меня здесь ориентир только до талии но вы будете делать это нужной вам длины я продлеваю линию идущую от вершины вытачки провожу линию произвольно к боковому шву и провожу линию в сторону линии проймы вот такие три линии у меня получились сейчас нужно все это рассечь вот таким образом изначально у нас выглядит выкрика что нужно сделать в первую очередь когда вы сделали вот эти три надреза нужно соединить стороны вытачки идущие от плечевого среза чтобы понимать какой длины у вас плечо здесь длина плеча 12 сантиметров записываю длина плеча 12 вот вы должны это взять или из мерок или записать сейчас это нам понадобится потому что весь этот раствор мы будем распределять по участкам один из участков это как раз плечевой срез наша нагрудная вытачка распределиться в сторону плеча в сторону проймы в сторону бокового шва и в сторону низа из всего объема что у нас был какой объем куда распределить давайте обратим внимание на область проймы когда пройма у нас выглядит вот таким образом мы видим на готовом изделии плотное прилегание проймы и тут ничего не торчит нет никаких заломов чем больше мы раскрываем вот здесь и оставляем это место не стаченом наша цель же вообще избавиться от нагрудной вытачки если мы делаем изделие из трикотажа то чем больше мы здесь раскрываем тем больше мы видим здесь залом залом и будут потому что все таки мы избавляемся от нагрудной вытачки а от груди мы не избавляемся оставляем здесь раствор не больше одного сантиметра тогда у нас будет здесь свобода, но не будет большого залома. Оставляем здесь буквально один сантиметр или 1,3, вот прям чуть-чуть. В области плеча можно оставить до полутора сантиметров, полтора сантиметра. Смотрите дальше. То, что мы уводим вниз, это резервный способ распределения вот всего объема на грудной вытачке для тех, у кого есть небольшой животик. Вот это особенно вам поможет все аккуратненько скрыть. Чуть-чуть раскрываем здесь вниз. Смотрите, если я здесь на уровне линии талии раскрываю всего на 1 сантиметр, то когда вы делаете изделие ниже, вытачка дальше раскрывается больше. Поэтому в области талии ориентир не больше одного сантиметра, но опять же не больше одного сантиметра, если у вас аккуратная фигура. Если у вас есть животик, вы можете раскрыть больше и у вас тогда будет достаточно объема для животика. И смотрите, что у нас осталось в боковой шов. В боковой у нас осталась вот такая вытачка. Мы ее тоже заклеиваем, мы ее тоже будем убирать. Запомните, давайте я подпишу здесь. В области талии примерно 1 сантиметр, в области плеча примерно полтора сантиметра, линия проймы 1 сантиметр. Я даже не буду писать 1 и 3, потому что ну пусть это место будет аккуратным. Она не должна быть, эта пройма гигантская. И ничего здесь не подписываю, потому что здесь все, что у вас осталось. Это еще не все. Вы помните, что мы работаем с длиной плеча 12 сантиметров, а как вы видите, она у нас уже не 12, а 13 с половиной, потому что мы прибавили по верху. Здесь пройма увеличилась и здесь увеличилась длина бокового шва. Этот макет мы сейчас переснимем еще раз, и я вам покажу готовую выкройку для трикотажа. Смотрите, я ничего без вас не сделала, просто перевела эти линии на другой листочек. Помню о том, что длина плеча у меня 12 сантиметров. Откладываю от этой точки, откладываю 12 сантиметров. Вот эта точка, конца плеча. Все, вот здесь у нас была вытачка, вот она. Вот здесь у нас была вытачка. Сейчас мы просто ее игнорируем. После того, как мы нашли точку конца плеча, нам нужно определить высоту бокового шва. Скорее всего, к этому моменту у вас уже переснята спинка, и вы можете рядом приложить спинку. Я приложу свой первоначальный шаблон, чтобы понимать длину бокового шва. Вот у меня длина бокового шва. Какая разница, да? Откуда она у нас образовалась? Она у нас образовалась от того, что мы вот сюда выпустили остаток на грудной вытачке. Мы ее тоже будем срезать. И сейчас получается, что мы видим конец плеча, нижняя точка проймы, верхняя точка проймы. Их нужно соединить плавной линией. Это можно сделать с помощью лекала. Это можно сделать от руки. Кому как удобно. Можно сначала очертить карандашом, но по тем же правилам построения чертежа. То есть вот в этом месте, вот это место под прямым углом. Обрисую красным, потому что мы говорим с вами про лиф, про полочку. Все, что вот здесь дальше у вас вышло в бок, вот видите, мы раскрыли здесь один сантиметр, вот он. Он у вас дальше здесь идет чуть-чуть трапециевидной формы. Если вам не нужно, чтобы оно шло дальше трапеции, у вас нет животика, вы также можете срезать это по прямой. Вот и все размоделирование на грудной вытачке. На самом деле способов размоделировать на грудную вытачку для изделий из трикотажа огромное множество. Это всего лишь один из вариантов. Напишите в комментариях, кому понравился этот способ и пробуйте его использовать. Я очень рада была дать вам этот материал. Спасибо, что вы пишете о своих запросах, мы их учитываем. Поэтому продолжайте писать ваши комментарии, нам очень приятно и интересно их читать. Приобретайте наши курсы, подписывайтесь на наш канал, все, кто не подписан, рекомендуйте наши видео друзьям, потому что это очень ценная информация. Я рада была быть с вами, ваша Ириша. И все. Вот и все. И все. Точно все? Нет.